Всем привет, друзья! Очень интересные новости. Чтобы у вас было понимание, о чем идет речь, немного информационной справки. Наверное, каждый из вас слышал о том, что наш центральный банк, как и все банки мира в однополярном американском мире, который образовался в 1991 году, работает в интересах Федеральной резервной системы США, ФРС. ФРС это, так сказать, центральный банк Соединенных Штатов Америки, который печатает доллары. Тут это все логично. Доллар – главная валюта мира, а значит все банки должны придерживаться правил его создателя. Так вот, услышав эту информацию, у многих возникает вопрос, а что мешает Путину национализировать наш центральный банк? Ну там, послать куда подальше этот самый ФРС США и заставить ЦБ работать в интересах России. На этот вопрос отвечали множество экспертов, ну как, например, историк Андрей Фурсов говорил, что если Путин попробует это сделать, национализировать ЦБ, то он объявит войну самым влиятельным семейным кланам мира, которым и принадлежит ФРС США. Это национализация ЦБ – это война России с 20 семействами, которые правят миром. Или вот еще слова экономиста Валентина Катасонова. Если Путин попытается преобразовать центральный банк, из currency board взял действительно банк, который занимается рефинансированием, и рефинансирование идет до реального сектора экономики, уверяю вас, здесь могут быть такие майданы, мало не покажется. Так вот, хоть я множество выпусков посвятил теме хозяев денег, кратко напомню для тех, кто пропустил эти самые выпуски. Главная валюта в мире – это доллар США. На эту валюту практически во всех странах можно купить все, что угодно. Самое поразительное тут то, что этот самый доллар печатает частное учреждение ФРС США, без ограничения. Ну нет, у этого заведения какого-то лимита. Естественно, ФРС США, хоть и является частной структурой, он очень тесно работает с государством США. У них некий симбиоз. Государство США печатает так называемые облигации, а ФРС США печатает доллары и скупает их. Вот так, среди прочего, в бюджете США появляются средства на войны и содержание вообще собственной страны. В общем, они производят бумагу, на которую со всего мира высасывают реальные блага. Историю этого главного мирового обмана я рассказывал в одном из своих выпусков. Обязательно посмотрите. Очень информативно и интересно. Так вот, в нем, среди прочего, опираясь на работы авторитетных исследователей типа Роберта Керби и Юстаса Мулинса, я приводил конкретно имена тех, кому принадлежит эта самая ФРС США. Да, как сказал ранее Фурсов, это семейные кланы. И в принципе они всем известны. Это Шифы, Варбурги, Лиманы, Мазесы, Морганы, Ротшильды, Рокфеллеры, разумеется, и некоторые другие. Но они, так сказать, не напрямую являются акционерами ФРС США. Они владеют ей через подконтрольные им крупнейшие мировые банки. Это, в принципе, указано на официальном сайте ФРС. Но с такой странной формулировкой. Коммерческие банки являются членами Федеральной резервной системы и держат акции в резервном банке своего округа. То есть ФРС США – это акционерное учреждение. Акционеры – это крупные частные банки. Но далее указано, что якобы владение акциями резервного банка сильно отличается от владениями акциями частной компании. Резервные банки работают не ради получения прибыли. Ну, в принципе, возможно, правда, что те, кому принадлежит ФРС США, работают не ради получения прибыли, так как они работают ради получения власти. Денег у них и так очень много. Огромные деньги, которые они могут себе напечатать в огромных количествах. Прям триллионы долларов. К слову, эти люди владеют тем предприятием, которое создает то, ради чего создаются другие крупнейшие компании мира. Деньги. И сейчас будут факты. Так вот, ранее указывалось, что ФРС США скупает облигации у государства США. И так в американском бюджете появляются деньги. А вот теперь история о том, как появляются деньги у тех самых семейных кланов, которым принадлежит ФРС США. А в 2011 году в первый раз за всю историю ФРС прошел аудит, то есть проверка этой компании со стороны властей США. А данное событие стало возможным из-за финансового кризиса 2008 года. Самое интересное, что проверка выявила то, что ФРС США просто так напечатала и раздала крупнейшим банкам мира более 16 триллионов долларов. И это не кредитные средства. Вот на ваших экранах документы из отчета о данном аудите. То есть Центральный банк США, так сказать, молча берет и раздает 16 триллионов долларов крупнейшим банкам мира. Это в три раза больше, чем весь годовой бюджет США на те годы. Вот на ваших экранах список этих банков. Это в основном банки США, но также банки Англии, Швейцарии, Германии, Франции и Бельгии. Таким образом, этот аудит, по сути, подтвердил расследование исследователей Керби и Мулинса о том, что ФРС принадлежит ранее озвученным семейным кланам. В общем, как выглядит картина. Держателями акций ФРС США являются эти самые банки. Ну а банки принадлежат семейным кланам, типа Ротшильдов, Рокфеллеров. И если им нужны деньги на свои нужды, они дают команду ФРС, чтобы та поднапечатала их. Именно это и показала проверка ФРС США. Результаты проверки доступны всем. Ну а теперь возвращаемся к тому, с чего начали. Про национализацию Центрального банка. Вообще, что значит национализация Центрального банка? Это значит прямой удар по ФРС США. То есть разрушение того философского камня, которым владеют самые влиятельные семейные кланы мира. И естественно, они бросят все силы, чтобы сохранить это положение. Поэтому Путин поступает осторожно. Можно заметить, что прежде чем действовать, он всегда пытается договориться. Но западная элита уже не договороспособна. Так как крах их системы неминуемое объективное событие. Ничего вечного не бывает. Вот и долларовая система подходит к своему концу. И у тех, кто пользовался благами этой системы, сейчас происходит некая агония. Из-за нежелания что-то менять. Они становятся неадекватными в своих действиях. Они теряют свою былую мощь и былое могущество. А Россия просто пользуется данным положением. Поэтому я вот считаю показательным решение России заморозить активы крупнейшего американского банка JP Morgan Chase. Да, Россия пошла против самой влиятельной власти. Банк JP Morgan это крупнейший банк коллективного запада. Естественно, он является одним из учредителей ФРС США. Вообще, JP Morgan, в честь которого назван банк, также являлся одним из создателей ФРС США в 1913 году. Именно в его доме тогда собрались самые влиятельные финансисты для создания Федрезерва. Вот, кстати, что писал про эту встречу основатель журнала Forbes, Чарльз Форбс. И вот это все. Все происходило в доме американского олигарха JP Morgan, потомка, кстати, династии пиратов. И, кстати, JP Morgan принадлежал знаменитый Титаник. И тут есть интересная конспирологическая версия о том, что он был специально потоплен с теми людьми, которые могли помешать созданию этой испаринской организации. Так вот, по поводу заморозки активов крупнейшего западного банка. Это, естественно, все ответный шаг на заморозку наших активов. То есть, сначала Запад заморозил российские активы, а Россия уже потом только вследом заморозила активы их банка. Но, тем не менее, в банке JP Morgan возмущены действиями России и банка ВТБ, который выступил инициатором. На ВТБ даже в суд подает. И судебное заседание по заверениям западного банка должно проходить в Нью-Йорке. В общем, ситуация выглядит так, когда подчиненный пошел против своего начальника. Ну и причем, кстати, действительно, Россия последние 30 лет была частью западной империи, некой периферии, неуколонии. И всегда подчинялась западу. Из числа российской элиты от этого банка назначались некие бугомистры, надсмотрщики в России. Сначала им был Анатолий Чубайс, а потом Герман Гриф. Но, друзья, времена меняются. Старые правила перестают работать. Ломается система. И в этом положении, впрочем, как и всегда в истории, Россия начинает укрепляться. Ну, вот такой расклад, друзья. А на этом пока что все. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки все в описании. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok